Этот свиток свидетельство самурайской доблести, и пусть все узнают о нас и деяниях наших. Никто из нас не знает, сколько ему отпущено, и когда придет его час. И пусть наш земной путь будет коротким, наши потомки станут с гордостью произносить наши имена. Субтитры делал DimaTorzok Если я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, неотлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне, как гость приедет, Олег. Отводи ребят, не надо. Пожалей их матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Олег, дай команду. Но я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Олег, ну ты правильно пойми, я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйти лучше. Я такого выбора не имею, у меня есть приказы, я его выполню в любом случае. В памяти героя свободной Ичкерии Али Адеева, прозвище, Ломбада. Али Адеев, Ломбада, один из первых, который по зову сердца, вышел на путь национально-освободительной борьбы чеченского народа, участвуя во всех освободительных политических процессах, начавшихся в Ичкерии в начале 90-х годов. А в связи с тем, что вооруженная оппозиция, управляемая российскими спецслужбами, предпринимала военные действия против чеченских официальных властей, стараясь не допустить создания независимого чеченского государства, Али Адеев вступила в военное подразделение, возглавляемое Шамилем Басаевым. Он был активным участником военного подавления мятежа участников вооруженной оппозиции в Гихтах и в районе населенного пункта, Толстов-Юрт, где размещались штабы Беслана Гантемирова и Руслана Хасбулатова, действовавших по инструкции российских спецслужб. Али Адеев также особо отличился в боях в Грозном 26 ноября 1994 года, когда чеченские оппозиционеры, подорживаемые российскими танками, бронетранспортерами и самолетами, предприняли попытку силового свержения президента Ичкерии Джохара Дудаева. На вопросы Шамилю Басаеву о том, как завершились бои в Грозном, он, говорят, неизменно отвечал, спрашивайте у Ламбады, он вам подробно расскажет об этих боях, настолько он уважал и ценил Али Адеева за его смелость и воинскую отвагу. Али Адеев был назначен начальником штаба Шамиля Басаева. Али Адеев прославился на весь мир словами обращенными к российскому командиру в период штурма российскими оккупантами чеченской столицы, где он призывает русского командира Алика прекратить взаимное убийство и отвезти подчиненные ему войска. По свидетельствам многих очевидцев новогодних боев в районе, железнодорожного вокзала, Грозном, Али Адеев принимал самое активное участие в разгроме российских оккупантов, Майкопской бригады 1-2 января 1995 года. Али Адеев геройски погиб 3 января 1995 года, в районе Кургана Боевой Славы, недалеко от железнодорожного вокзала, где вместе с ним погибли военный оператор чеченского телевидения Белал Ахамадов и Резван Абу-Муслимов, младший брат Сайт Хасана Абу-Муслимов. Да примет Всевышний их мученическую смерть. Господи, благодарю Тебя за то, что дал мне силы и уверенность, чтобы завершить миссию, которую Ты возложил на меня. Благодарю за то, что вел меня праведной тропой через многие препятствия на моем пути и что хранил во мне решимость, когда все вокруг казалось заблудшим. Благодарю Тебя за защиту и за многие знаки на моем пути. Благодарю Тебя за все то добро, что я совершил и прошу прощения за зло. Благодарю за друга, которого обрел. Пожалуйста, береги ее, как оберегал меня. Спасибо, что наконец позволил мне отдохнуть. Я так устал. Но теперь я буду покоиться с миром. Знаю, что правильно распорядился временем, отведенным мне. Подвигом я подвязался. Путь завершил. Веру сохранил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ушельк